Повелители Орды – второе дополнение к пошаговой стратегии Heroes of Might and Magic 5, созданной легендой отечественного игростроения Nival Interactive. Это последний из запланированных аддонов к пятым героям, и такое впечатление, что разработчики постарались воплотить в жизнь большинство просьб геймеров. Тебе предстоит раскрыть тайну пророчества о пришествии темного мессии в мир Асхана и познакомиться с новой расой – кочевыми племенами орков. Впрочем, не будем раскрывать перипетии глобального конфликта. Сосредоточимся лучше на впечатлениях от демо-версии Повелителей Орды, появившейся за несколько недель до выхода игры. В ней представлен один из эпизодов новой кампании, в которой молодой оркский полководец Гатай ведет войско против Империи Грифона. Даже после быстрого знакомства с демо-версией становится ясно – появилось много нового. Важнейшим нововведением нужно признать альтернативные апгрейды. При усовершенствовании юнитов всплывает маленькое окошко, предлагающее не один, а два вида улучшений. Ты просто выбираешь нужный, ориентируясь по ситуации и собственному стилю игры. Орочьим героям доступны шесть боевых кличей, и применение их в сражении приносит реальную пользу. Как известно, кочевники с восточных равнин Ранаара не дружат с магией. Однако боевые кличи в какой-то степени заменяют волшебство. Они могут замедлять врагов и снижать им инициативу, а могут увеличивать инициативу твоих воинов и повышать их характеристики. Кстати, большинство бойцов Орды имеют расовую способность «Кровавая ярость». Шкала адреналина набирается довольно легко и быстро, она пополняется при каждом нанесенном ударе. И чем сильнее орки злятся, тем они выносливее и мощнее в атаке. Всего в игре мы увидим 49 новых моделей воинов. Из тех, что представлены в демо-версии, особенно запомнились гоблины, умеющие ставить капканы, кентавры-стрелки и могучие, крайне живучие дикие циклопы. Но больше всего порадовало, что неваловцы выполнили то, о чем их давно молили поклонники серии. Во-первых, появилась кнопка «Ждать». Во-вторых, можно отключить облет камерой замка при входе в онный. Немного улучшена графика, однако за красоту надо платить. Демо-версия чуть-чуть подтормаживала. Впрочем, разработчики вполне могли успеть ликвидировать эту проблему до релиза игры. В целом, повелители Орды оставляют крайне приятные впечатления всем поклонникам героической серии покупать не раздумывая.